Привет всем подписчикам World Wrestling History! Друзья, добро пожаловать на мои прогнозы к предстоящему Pay-Per-View Mari in the Bank! Полетели! На фрешоу должен состояться матч за командное чемпионство SmackDown братья Бладженс Бразерс против Люка Харпера Шутка, Люка Гэллоуза и Карла Андерсена Не знаю, почему именно Люк Гэллоус и Карл Андерсон стали внезапно командными претендентами, так сказать, на командное чемпионство, но что-то мне очень подсказывает, очень это похоже на то, что просто, знаете, ну, чуваки на один разок, знаете, просто как заткнуть дыру надо было чем-то, и решили, ну, они вроде как не были, они перешли с Рона с Мэкдаун за каким-то хером, я особо не знаю, зачем они там нужны, ну, давайте их поставим. Ну и поставили. Вообще, как только Люк Харпер и Эрик Роуэн стали командными чемпионами, все-таки как-то командный дивизион с Мэкдауна, как мне кажется, немножечко подстух. Все-таки пока что очень далеки все остальные до того мегафьюда, который был между братьями Уса и Новым Днем. Ставлю на Бладжин Бразерс, на братьев с дубинами, и погнали дальше. Вроде как на пресс-шоу или не на пресс-шоу, а на самом шоу должен был состояться матч Бейтим против Мэтта Харди и Брэй Лайта, если я ничего не путаю. Но, вроде как, об этом матче никаких упоминаний в карде вот на данный момент в субботу на Money in the Bank нет. И может быть, этот матч пройдет на Ро, потому что Бейтим-то стали претендентами номер один. Скорее всего, наверное, на Ро пройдет, потому что до этого момента еще-то как-то все отмалчиваются, что этот матч будет на Money in the Bank. Так что, скорее всего, он будет на Ро. Но, опять же, возможен вариант, что все-таки этот матч пройдет на Money in the Bank. Хотя, процент того, что он пройдет на Money in the Bank гораздо ниже, чем то, что он пройдет на Ро. Вот. Не знаю, зачем я сказал об этом, но, вроде как, они стали командными претендентами, а про матч как-то что-то непонятно пока что. В общем, скорее всего, этот матч не пройдет на Money in the Bank, ну и хрен бы с ним. Я бы поставил все равно пока что, наверное, на Харди и на Уайта. Ну, а теперь давайте к более интересным вещам перейдем. Например, к матчу за женское чемпионство SmackDown. Кармела против Аски. Понятия не имею, что ожидать от этого матча. Ну, наверное, примерно то же самое, что и от матча Кармелы и Шарлотты. Хотя Аска все-таки немножечко другой типаж рестлерши. Совершенно я не понимаю, что от этого матча ожидать, вот реально. Ну, наверное, получится, ну так, немножечко ниже среднего. Чисто потому, что Кармела не вывозит. В качестве результата, ну, я не знаю. Поставлю, наверное, на Кармелу пока что. Вангую, что Аски помешает. Помешает кто-нибудь и Кармела все-таки останется с чемпионством. Вообще, честно говоря, подсдолбал. Сдолбал уже меня Рейн Кармелы. Ничего интересного прям сильно я для себя не нахожу в ее Рейне. И уже подзадолбывает, честно говоря. Я бы, конечно, предпочел, чтобы победила Аска. И тогда потенциально мы получили бы гораздо более крутые матчи за чемпионство. Но пока что мой голос уходит Кармеля. Давайте сразу с бабами покончим. Разберемся, точнее, чтобы потом уже пойти по более интересным матчам. Как по мне, это как бы я свою иерархию матчей расставляю. Матч за женское чемпионство. Ром, Найд Джекс, действующая чемпионка, прости господи, против Ронды Раузи. Один из самых дебильнейших фьюдов. Хотя, конечно, не самый дебильный. Самый дебильный мы знаем. Какой об этом мы еще поговорим. Вот. Ронда Раузи против Найд Джекс. С одной стороны, вроде как, это Ронда Раузи. И у нее чит на пуш стоит. И я уверен на 100%, что она станет чемпионкой Ро. Вот только вопрос, когда она станет этой чемпионкой. И вот это уже, конечно, более интересно. С Найд Джекс происходит какая-то такая херобора. Происходит, я уже ничего не понимаю. То она безжалостный хил, который ломает Джобершу. То она какая-то сопереживающая баба, когда там она что-то поломала Наталью. Короче, хрен ее поймешь просто. Ну как? Она вот из недели в неделю меняет свою роль. И я уже хер его знаю. То говорили, что она будет типа ручным биг-шоу женской версии. И биг-шоу для Стефани Макмэн. Теперь вроде как об этом уже не говорят. Короче, господи, что здесь, мать вашу, происходит? Не хочу на этом останавливаться. Мне уже от этого голова просто болит. Поставлю на Ронда Раузи. Потому что, во-первых, я думаю, что все-таки Ронда Раузи в большем приоритете, чем Найд Джекс. Во-вторых, Ронда Раузи мне гораздо больше нравится, чем Найд Джекс. Это вы уже все, наверное, знаете, мои подписчики. Поэтому я ставлю на Ронду Раузи. Роман Рейнс против Джиндера Махала. Фьюд мечты. Матч. Самый эпичный матч в этом году будет. Все фанаты так ждут этот поединок. Просто затаив дыхание. Считают минуты до начала этого прекрасного матча. Да, сарказм мой зашкаливает по полной программе. Ну что, Роман Рейнс против Джиндера Махала. У меня очень скептичное отношение к этому матчу. Как вы, я думаю, догадываетесь. Я думаю, как и у вас. Потому что вряд ли есть человек, который супер сильно ждет этот поединок. Настроение сразу у меня отстойное к этому матчу. Хотя, Роман Рейнс умеет удивлять. Вспомните тот же матч с Биг Шоу, от которого тоже все ни хрена ничего не ожидали. В итоге получили то, что получили. По-моему, там 4 звезды и матч в итоге вышел. Но тут я вообще не знаю, что от этого матча ожидать. И очень явная позиция WWE. Их карта была бита еще до того, как они взяли ее в руки. Всем абсолютно понятно, для чего нужен этот фьюд. Для того, чтобы... Ну, WWE такие думают. Ну, на фоне, блин, на фоне Джиндера Махала Рейнс, то по-любому будут поддерживать. Будут за него болеть. Наверное, вот такая дебильная мысль возникла в голове Винса Макмэна. Нет, я уверен на все 100%, что это не сработает. Что Романа Рейнса как букали, так и будут букать. И никакой Джиндер Махал, господи, хоть с Хорнсвоглом поставь его во фьюд. Все равно это никак не повлияет на Романа Рейнса. Никак... И вообще ничего не изменится. Его как букали, так и будут букать. Это лежит просто на поверхности, по-моему. Это просто, вот не знаю, в первом классе, блин, букеров такое должны не проходить, как азбуку. Но почему-то эти гениальные идеи рождаются с каждым по интервью все больше и больше. И я уверен на 100%, что эта стратегия не сработает. Что тут как бы теорема Эскобара для большинства болельщиков сработает. Ставлю на Романа Рейнса, практически не сомневаюсь в его победе. И совершенно не понимаю, нахрена нам нужен этот матч. Большой как бы надобности в нем абсолютно нет. Матч за интерконтинентальное чемпионство. Самый горячий человек на данный момент в WWE. Сет Роллинс против Элайса. Ну что, от этого матча я жду многого. Да, как бы это не было бы для кого-то, возможно, удивительно. Но даже с Джиндером Махалом Сет Роллинс показал хороший матч на Ро. А тут все-таки Money in the Bank. Черт возьми, Сет Роллинс. Элайс далеко не самый плохой исполнитель. Поэтому от этого матча, в принципе, я ожидаю. Там 3,5-3,75 условный какой-нибудь матч на таком уровне. И я думаю, что эти ребята его нам покажут. Довольно интересно в плане результата. Потому что давно уже ходят слухи о том, что Элайс нравится руководству. И Элайсу дадут пуш. И вполне возможно, я совершенно не исключаю от такой возможности, что Элайс именно на этом шоу станет интерконтинентальным чемпионом. Но все же я больше склоняюсь все-таки к Сету Роллинсу. И поставлю пока что на него. Дэниел Брайан против Большого Кэса. Второй матч их на пей-пер-вью. Я бы ограничился одним. Потому что не очень-то интересно, честно говоря, на все это смотреть. И хочется Дэниела Брайана видеть. У Дэниела Брайана видеть с более интересными соперниками. Хочется видеть Дэниела Брайана. Наконец-то родил мысль. Но по-прежнему ВВЕ продвигают, педалируют вот эту идею. Большого против Паленького. Дэниела Брайана опытного против не самого опытного. Но человека, на которого делают ставки Большого Кэса. В прошлый раз Дэниел Брайан размотал Большого Кэса. Практически без шансов. И здесь вроде как должно случиться то же самое. Но, не знаю, это будет сверх нелогично и сверх слив Большого Кэса. Нахрена вообще тогда нужен этот второй матч, если и на нем Биг Кэс проиграет. Но это будет просто глупо и ни к чему. Я тогда вообще не пойму, нахера оно надо. Поэтому, как бы я не болел за Дэниела Брайана и как бы я его не любил, я здесь поставлю на Большого Кэса, потому что, ну, это как бы, это просто логика. Если Большой Кэс здесь не выиграет, тогда зачем вообще нужен этот матч? Зачем нужен Биг Кэс? Нахрена все это продвигать? Это какой-то путь в никуда. Просто прутся, ребята, в стенку. Я аж это по клавиатуре долбанул чуть-чуть. Поэтому ставлю на Биг Кэса, хотя, ну, вообще не хочу, чтобы Биг Кэс побеждал Дэниела Брайана. Ну, тут как бы слушать либо сердце, либо голову, и я в этот раз послушаю голову. На Биг Кэса ставлю. И вот мы подобрались к моему любимому фьюду. Лучший фьюд этого года, это, конечно же, Бобби Лэшли. Бобби Лэшли против Сэми Зейна. Ох, ребята, такого говна я давненько не видел. Даже между чертовой Найджекс и Ронда Раузи. Фьюд не такой говеный, как между Бобби Лэшли и Сэми Зейном. Я об этом сказал уже много слов, сейчас повторяться не хочу. Смотрите обзоры РО. Там просто в каждом выпуске об этом говне миллион слов. Поэтому здесь останавливаться на этом не хочу. Да и не хочу растягивать ролик, знаете, прям на миллион минут. Поэтому я практически на 100% уверен, что Бобби Лэшли здесь победит. Я не понимаю, зачем нужен этот фьюд. Я не понимаю, зачем они так гробят Сэми Зейна. Я не понимаю, зачем они так отстойно и так... Ну, просто, блин... Эх, не талантливо, просто бесталантливо используют Бобби Лэшли. Просер года вот этот фьюд. На Бобби Лэшли ставлю, вытираю слезу от разочарования, от всего этого говна и иду дальше. А дальше еще один мой любимый фьюд и любимый матч, любимые соперники AJ Styles и Шински Накамура. Матч последний, стоящий на ногах за чемпионство WWE. И уже говорилось о том, что это нелогично. Исходя из исхода прошлого их матча на Pay Per View. И уже давно я все об этом рассказал. Все эти побитые яйца, они мне уже снятся, блин, в кошмарах. И опять эти яйца будут в этом матче. И просто вольте этих людей, кто это все придумал. Я надеюсь, я просто Богу молюсь, я всем Богам молюсь, чтобы этот фьюд закончился. На это уже невозможно смотреть. Матч будет тягомотный. Матч будет просто иногда такой, что хочется спать и застрелиться одновременно. Вот. Ну, конечно, со взрывами, такими активностями. В общем, я думаю, особо отличаться этот матч от того, что было между ними раньше, не будет. Ставлю на AJ Stelza. И надеюсь, что на этом будет поставлена жирная-жирная точка. И яйца наконец-то смогут вздохнуть спокойно. Итак, получилось, что два матча Money in the Bank я оставил напоследок. Хотя, я думаю, что начнется основное шоу именно с женского матча Money in the Bank. Ну, как-то у меня получилось так, что они остались у меня напоследок. Ну, да ладно. Я думаю, не слишком уж это и важно, как шли эти матчи в моей интерпретации. Итак, Эмбер Мун, Шарлотта Флэр, Алекса Близ, Бекки Линч, Наталья, Лана, Наоми и Саша Бэнкс будут принимать участие в женском матче Money in the Bank. Ну, что ж, очень-очень интересный матч с точки зрения результата. Да и с точки зрения матча я все-таки питаю надежду на то, что этот поединок окажется хорошим, смотрибельным. Надеюсь, что он получится лучше, чем в прошлом году, потому что в прошлом году как бы была проба пера. А тут уже все-таки надо делать хотя бы выше трех звезд условных, потому что выше трех звезд условных в прошлый раз не получилось, как по мне. Здесь же очень надеюсь на то, что девчонки постараются, девчонки покажут хороший матч, я в это верю и желаю им, чтобы все у них получилось круто. Но кто же победит в этом матче? Самый очевидный вариант это, конечно, Алекса Близ. Она прям просто очень сильно подходит под роль Miss Money in the Bank, примерно как Кармела в прошлом году. Но я очень надеюсь, что не будет такой совершенно очевидный победитель, это будет скучно. Поэтому я поставлю на Бекки Линч. Я поставлю на Бекки Линч, очень хочется, чтобы ее карьера немножечко реанимировалась, потому что в последнее время явный застой. Ну, в принципе, как и у Саши Бэнкс. Вот, не знаю, я, наверное, выбирал между Сашей Бэнкс и Бекки Линч и все-таки поставлю на рыженькую Ирландку, на Бекки Линч. От всей души желаю ей победить в этом матче. Ну и последний матч, наверное, это все-таки будет мейн-ивент, я на это надеюсь. Это матч Money in the Bank, опять же, но только мужской. Брон Строумен, Финн Балор, Мисс, Русев, Бобби Рут, Кевин Овенс, Само Джо и кто-то из Нового Дня. Кстати, до сих пор непонятно, кто же из этих трех весельчаков примет участие в этом матче. Ну, мои ставки, опять же, уходят на Биг И. Я все-таки склоняюсь к нему. Итак, очень интересный поединок и достаточно много претендентов, реальных претендентов на победу в этом матче. Прямо с точки зрения результата, это очень интересный матч, это, наверное, самый интересный матч, который есть на Money in the Bank. В легкую может победить Кевин Овенс, он очень подходит на роль мистера Money in the Bank. В легкую может победить Мисс, потому что он тоже очень подходит. Брон Строумен, просто расшатывающий всех из недели в неделю, это слишком очевидный вариант и его я отметаю. Опять же, мы исходим из практики Money in the Bank, потому что уже не первый год это шоу проходит. И, как правило, те люди, которые доминируют перед Pay-Per-View, на самом Pay-Per-View, как правило, не побеждают. И Брон Строумен очень подходит под эту категорию, тем более, что Брон Строумен может и без всякого чемоданчика получить еще один матч, еще одну возможность стать чемпионом вселенной WWE. Поэтому Брона я отбрасываю и выбираю из тех, кто остался. Ну, блин, я не знаю, теоретически у каждого вот есть шанс. Хоть у кого-то больше, у кого-то меньше, но реально, у каждого есть шанс. Я действительно так думал, но выбираю я все-таки больше между Кевином Оуэнсом и Мизом. И, знаете, ребята, все-таки я, наверное, поставлю... Поставлю... Ах ты, черт возьми, как же сложно все это выбирать, блин. Ах, черт возьми, что же делать-то? Блин. Ну, все-таки, знаете, друзья, я поставлю на Кевина Оуэнса. Я поставлю на Кевина Оуэнса, хотя, скорее всего, я думаю, что победит Миз. Ну, я не хочу ставить на Миза. Ну, просто не хочу ставить на Миза, хоть он мне и в последнее время очень даже сильно нравится. Я против него особо ничего не имею. Но мне хочется, чтобы все-таки больше... Хочется больше, чтобы победил Кевин Оуэнс. Поэтому они примерно на равных у меня идут в моей голове. Но тут уже личные симпатии срабатывают. И я ставлю на Кей Оуэнс. От всей души желаю, чтобы он победил в этом матче. Ну, вот такие вот мои прогнозы получились на Money in the Bank. Пишите свои прогнозы к этому одному из самых интересных шоу. Чтобы кто ни говорил, в WWE... Одно из самых интересных шоу в WWE. И это Money in the Bank. С этим вряд ли кто поспорит. Не самое лучшее использование ростера. Это мягко говоря. Но что есть, то есть. Все равно мы будем с интересом все это дело смотреть. И я уверен, что вы будете смотреть его вместе с нами. А где, спросите вы? Где же смотреть с тобой это по интервью, Джеки? Скажи нам, пожалуйста. Ну, ребята, ну, конечно же. В паблике WWE Vlog. Ссылочка будет в описании. Заходите туда. И трансляция обязательно появится уже к началу шоу. Я буду с вами все это дело смотреть. Буду вас ждать. Так что приходите. Подписывайтесь на паблик, пожалуйста. На YouTube канал. Конечно же, подписывайтесь на этот YouTube канал. Напоминаю, ребята. Если вдруг вы забыли. Для любителей халявы. Напоминаю. А кто же из нас не любит халяву. Как только мы соберем 5000 подписчиков. Что такое 5000 подписчиков в современных, блин, реалиях YouTube? Ребята, поднажмите, пожалуйста. Как только мы соберем 5000 подписчиков, я проведу громадный конкурс. Который будет больше, чем прошлый конкурс. Призы будут круче. Так что, ребята, все только от вас зависит. Жмакайте на эту кнопочку подписаться. И будет вам счастье. Вот. Ставьте лайк. Если понравились мои прогнозы, пишите обязательно свои прогнозы к этому pay-per-view. Очень интересно почитать, кто что думает, кто на кого ставит. Ну и на этом все, друзья. Оставайтесь с World Wrestling History. Оставайтесь с ВВХ. С вами был Джеки. До скорых встреч. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Пока. Пока.